Так, канал нужно бы выяснить сейчас бы. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, погодите, ребят, сейчас мне кое-что нужно проследить. Картинки непрозрачные, ну ладно. Не понимаю, если честно, по-моему, нет. Продолжение следует... 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 Сейчас открою ее в отдельном окне... Пока что ничего не происходит... Сеточки пока нету... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, сеточка еще не подъехала Пока, ребят Задержка 3 минуты Я занимаюсь Занимаюсь пока что Выставлением правильных названий Назвонить Названий, блин Вот Вроде пока все у меня нормально получается Субтитры делал Dima Субтитры делал Dima Субтитры делал Dima Так, все, стрим переименован Так, все, сеточка появилась Наконец-таки Сейчас и вам покажу Задержка 3 минуты Помните, об этом не надо мне писать Ничего, тут всякую фигню Точнее Ну что, где у нас наши Happy Marine наблюдаю, присутствует Я не знаю, что у нас Бо-3 сразу там Или какая вообще ситуация Милку вижу Хеллрейзера вижу Гладиатора вижу Вирдоса вижу Оппонента у него нет пока Велл, так, Велл, так, Велл, так, Велл, так, Велл, так, Минато Дейдей Деманги оппонента нету Пока что Блай оппонента нету Револьвер оппонента нету Ретчик Или как тут, не знаю Стрэндж оппонента нету Хэппи не участвует У Стрэнджи нерч в сетке Не повезло Стрэнджу Немножечко Ну будем смотреть Короче пока наши бьются буду я Стримить потом Ну короче по ориентировочно По времени я думаю часов до Восьми Семи-восьми вот так буду я стримить Ну если наш будет пройдут финал Конечно то я буду стримить До конца Буду ориентировать в первую очередь на этот момент Так на тем ликвиде у нас что там работает Стрим нет Твич что ли вырубился Я не понимаю в чем мазута тут вся Да твич почему-то не запущен был Почему А Азанстер еще у Стрэнджи Здесь вот будет скорее всего Угла из близких Вообще не оптимус есть Такой который стеблая выигрывал Как-то было дело Тут Тарантиус еще может быть У Ревы Сирал в сетке Вот здесь вот может быть Дальше что там у нас Димаги Сиарас Ламба тоже опасная И нато тут тоже Но сверху Вердоса Вердоса келажур Матис Ну Вердоса как-то смотрел Вот и термал Харст там дальше Точнее харст И термал наверх пошел Короче будем смотреть Что произойдет Да че твич то умер Я не понял На через 3 минуты Что только подняться Ну ладно Смотрим короче Может сейчас и поднимется В принципе Ау пошел Твич отлично Ну ладно Продолжение следует... 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 Все, игра началась, ребят. Я здесь с вами. Ариш пулгаз тут ставит с мейна. Мината 17-я хата. Ну, не знаю, там золотой аккаунт, мне кажется, что... Давайте АПМ посмотрим. Ну да, что-то Ариш такой медленного стиля игрок. Так, не надо тут что-то делать. Кто-то плютку видит, понимает, что это полный бред. Или не понимает. Ну, я думаю, понимаем. Здесь какие-то линги бегут. Ну, это начальные игроки. Тут что-то жестко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что-то, по-моему, Мината мудрить слишком. Видно же, лига была. Пошел, добил просто его, и все. Ну, тут вай в этом плане умеренность всегда ищет. Он возьмет, пусть придет и убьет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, здесь Беллинг Нест муфлингом. 26-29 парабан. Ну, где-то Овер погиб. Два эволюшена. Нет, смотрю реально, Мината как будто с каким-то, я не знаю, за выход просто уже в финале играет. Как бы, ну, какие-то сверхдолгие билды просто, не знаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, 1-1 заказано, но муф не заказано. Вот муф наконец пошел. Ну, 1-1 с муфом Мината, он будет сгрызать этими лингами. Здесь линги на муф, вперед бегут с бейлингами вместе. Кстати говоря, плетки перекапываются. Одна к рампе, другая непонятно, куда-то пошла там. Не понял, какое второе помещение появилось. Здесь еще 30 лингов у Мината, здесь линги приходят. Убивают королев. Не успел даже спасти. Еще 22 линга строит, 24. Ну, все, надо на Аклик идти убивать его наконец-таки. Муфы 1-1 как раз доделывают. Сейчас армор вот готов. Сейчас и коготь будет готов. Мината уже четвертая хата пошла. Плесить лингов. Мината на мейне на второй. Бейлингов даже никакие линги не трогают, странно. Ну, быстро закончилась здесь игра, но как-то Мината долго к этому шел. По-моему, так же лингов в меньших количествах можно было в самом начале просто взять, пробежать. В принципе, все. Че-то сахар. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что ж, ждем вторую игру. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Двинулись две королевы плюс плетка, поэтому убить будет непросто. Плетка перекопается ближе, чтобы помогать королевам Добавил субтитры DimaTorzok 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 Часть у Лингов прибежал, часть уşa у нас Всё странно какие-то вещи делает товарищ этот НАТ еще восемь дронов Продолжение следует... Так, здесь линги хатку подгрызают, смотрите-ка, ирландец-то огрызается. Нет, Happy Marine это совсем не Happy. Ну, у Minanta делается, Roach Warren у Minanta делается. Здесь Cryptumor их придут, линги рядом все еще бегают. Верди против Матиза играет. Ну, Матиз не такой топовый игрок, чтобы прямо сейчас все бросить здесь, выйти из игры, идти туда. Вот, вот, 6 Roach, здесь у нас лейр почти готов, но линги забегают от Minanta, и здесь лингов-то пока нету. Так, королева падает, с рабочими Minanta бой принимает. Сейчас линги будут, кстати. Выходят линги, все на море просто бегут, куда-то отдаются. Minanta на халяву сгрызает, все, посмотрите просто. Что за бред-то-то, блин? Грона опять под ударом. Все-таки возвращается сюда оппонент Minanta, а то здесь уже Roach'и идут. Матиза играет, что-то лингами сделает. Но реводзеров с морфишек со спяти армором прогрессить. Это плохая была идея. Фаербург пошел кулингом, не попадает. Реводзер морфишек, но слишком мало хп было даже. Спяти армора упал. 35 сотка по лимиту. Легко пошел, ну, бредик, товарищ. Смеется, г-г-г. А что смешного-то? Выиграть чуть-чуть рассчитывал. Нашging арморинг. А что за лимиту? Да. Долж suggesting principается, Ну что, против массы будет играть сейчас Мината. Это-то мы и посмотрим, уже такой убийца вначале попадается, а я сейчас через минуту повернусь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Чуточки перекусил, а то сегодня только легко позавтракал. Ждем инвайта от Мината против массы. Он будет биться, наверное, самый опасный оппонент у наших во втором туре. Субтитры сделал DimaTorzok Так, мы пытаемся выждать, пока сайт поднимется. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Скажем раз, вот так уж и быть Тут у меня девятнадцатый хак получается, что за бредятина вообще Субтитры создавал DimaTorzok 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 Наши войска атакованы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Зачем я лингов ещё строю? Наши войска атакованы. Наши войска атакованы. Что-то я везде навтыкала Адова. Наши войска атакованы. 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 Наши рабочие атакованы. Наши войска атакованы. Мурак атакует улей. Вообще мимо кассы пускаю, всё. Куда я пускуляю, то я чуть не пойму. Не, ну это слишком на расслабоне я отыгрываю. Короче, давайте ещё раз сыграем. Сайт так и не поднялся. Да они прикалываются вообще. Что с сайтом-то, с их говносайтом? Да. 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 Зафиглоу Враг атакует усь Души Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, что-то втыки у меня нестабильные какие-то... Продолжение следует... 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 Ну что, ребят, вторая игра Блай против Оптимуса. Первую Блай завез сейчас Нидусом, но в этот раз, я думаю, Нидусом делать не будет. 17-я хата ставится, газ пошел, 2 дрона. Заказ на газпул здесь будет. Ну и КСМ-ка в разведку идет, я так понимаю. Да-да, она идет в разведку именно сейчас. Я буду иногда обновлять сетку, с вашего позволения. Чтобы посмотреть, поднялась, там нет. Продолжение следует... Так, ну что, хатка вторая достраивается у нас. Пульчончик готов. 4 линга, 2 королевы. Да болеть будем за всех наших. Только где сетка-то, черт побери уже. Пора бы ей подняться, блин. Потому что я буду стримить, ну, не до Талова, часов до 9, наверное, где-то я буду стримить. Максимум. Я думаю, что даже до 8 с лишним. Потому что футбол хочу сегодня посмотреть. И вообще я рассчитывал, что... Ну, вчера Лево просто неверную инфу дал, что сегодня только часть, завтра какой-то дабл. Никого дабла завтра точно не будет. Так и сегодня, походу, до конца болит. Так, ну, Рипера не получилось. Блай, по-моему, сейчас вот мух готов. Рипер ушел. Ушел на хайграунд. Лингами можно было пытаться окружить бы, конечно. Но Блай сзади не побежал. Рипер вообще домой полетел. У Блая третья хатка заказана. На 32-26 парабам. Здесь третья ЦЦшечка у нас. Вторая уже добывается. Все пока у Оптимуса не плопадет, вроде как. Выглядит. Расстраивается ЦЦшечка. Орбиталка пошла. Третья у нас уже. Так, реакторы-бараки пошли. Третья у нас уже начнет работать. Решейв готов. Так, не надо тут всякие оскорбления писать. Давайте будем. Без этого обходиться. Дроп с трех оверов от Блая. Сейчас идет на мейн к Зергуте. Очень интересный парабам пока он проседает. Но вот интересно, к чему дропчик-то приведет сейчас. Здесь всего несколько юнитов, блин. Можно вот отсюда, кстати, гораздо лучше вот здесь вот забирать лингов, грузиться и врываться. Гелионы где-то там сзади находятся. Блай пытается облететь. Новые-новые марики выходят. Ну что? Блай летит вперед. Линги пошли в дроп. Будет био врываться Блай? Не, пока что-то не врывается никуда. Блай выбегает через... Что это было? Через все ты фошки пробежал сейчас. И трез. Блай забегает на вторую базу. КСМ начинает подгрызать. Просто на ровном месте дроп заходит. КСМ падает уже реально много. На мейне еще там подгрыз Блай. Здесь на халде. Что-то теперь он отбивается. Можно было пофокусить. Еще бы штук пять босгрыз точно. Ну и так 35-48 у нас. Здесь оверы что-то сплитятся. Один овер летает с одним лингом. Ничего уже не сделает. Не география, а география и ОБЖ. Перебор на третью. Нужно вот сюда перевести часть счета. Он тупо резит здесь пять вообще лишних. Так, что сайт поднялся, ты говоришь? Да, поднялся сайт. Неужели? Коинтовики, сайт поднялся и будет продолжение сейчас, похоже. Масса с Минато будет играть. Ну мы как раз Блай, я думаю, пока досмотрим. Здесь прилетает оппонент Блай. И Либератор Мехарати. Странсис успевает кинуть. Без потерь Либератор разбревает. Молодец. На мейне спорок вообще нет. Здесь двойной дроп летит, между прочим. Ну Блай уже 2-1. Беллингом шпиль. Все хорошо вроде как. Так, 2 марика заблудили счет снизу. Передро пошел еще на мейн. Королев нужно вывести. Выводит Блай Королев. Четыре штуки. Трансфюзер в хату кидает. Что ты, Блай? Макро-хату на халяву пробрил. Сейчас оппонент просто личинок в итоге будет меньше. Энергии у королев миллиард просто было. Кидает трансфюзер спокойно. Есть с муховером? Есть. Овера Блай не уводит. Видит. Видит Мариков. О, заметил. Молодец. Улетел. А Тиран слеп. А слеп не видит ничего. Четвертую Блай отменяет. Успевает. Молодец. Хотя бы. Привет, разведчик. Ну и здесь дробчик на мейн пошел. Ну, предыдущий. Который был опять Блай. Трансфюзер вообще у Блая. Он забыл, что это значит вообще такое. Где трансфюзер-то, Блайчик? Е-мое. Муталисков нужно отвезти. Мутку Блай отдает. Еще два муталиска. Сливайся. Че Блай вообще так? Че он делает-то вообще? Его шатает. Тиран просто как хочет в данный момент. Ошибка раз с макрохатой. Сейчас ошибки отдачи мутки. Здесь не может убить Тиран. Сплитится хорошо. По лимиту уже в плюсе. Здесь очень хорошим. Оптимус. У Блая 1400 минералов. Грейды у него лучше были. Блая, но я все равно какая-то фигня. 150-119. Кажется, Ублая проблема. Сейчас 2-2 доделываются. Здесь танков уже достаточно много есть в миксе, собственно говоря. Пользователь Санчес 13 активировал премиум на ваш канал. Пошел выход. Спасибо. Санчес 13. Спасибо всем за премиум и за поддержку, ребят. Большое. Можете подписываться на мой канал. Вы поддерживаете меня, естественно. Это важно. Здесь залетает мутка Аблая, но 2 либератора здесь ее уже встречают. Несколько залпов и муталиски улетают еле-еле вообще сейчас. А в это время Тиран двигается вперед. Блай морфит бейнов. Ну, 136-160. Тут только удачный врыв пеллингов. Блай может помочь, потому что Тирана реально больше. Но этот Криво заходит в кучу из чего-то гигантский просто. Блай пытается завести своих юнитов сзади за Тирана. Ну, Тиран, смотрите, как сплетанулся. Часть на горе, часть снизу вообще. Все, пошла атака от Блая с разных сторон. Ну, марики есть на ХГ сейчас. Снизу танки гибнут. Но только снизу. В итоге Оптимус все просто на Аклик изобревает. 130 на 29. Скан ничего нет. У Блая нужно идти убивать. Просто нафиг сейчас. Можно с четвертой начать. Пим патчется еще раз. Оптимус. Добегает Беллинг и Лингис. Плит у него очень даже неплох. Я бы сказал, и ГГ Блай пишет. Вообще молодец. ГОВОРИТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Ну что, третий решающий Мороз у нас с картой Проигрывает была и вторую игру 1-1 Счет у нас становится, погнали далее Репортит просто архидолго все Задержка 180 секунд сегодня Как требуется по правилам Барагас здесь Оптимус пошел Блайчик выбирает 17-ю хат получается Добавил субтитры DimaTorzok Блай 17-я хата Газпул сейчас был Достаточно ранний будет Ну и все стандартно Кросс респы овером найдет Очень поздно Блай оппонента Здесь рипер у нас Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Так Нелепо риперам сейчас прилетел Оптимус Великолепное начало Для Блай Одного Лингу убил И его сейчас сгрызли моментально Ну нет ничего лучше Для Зерга чем рипера Первого сгрызит Тиран через рипера играет Почему? Теряется контроль Вообще все теряется у тирана И есть возможность Всякие лэри запиливать ранние И тому подобную тему Но Пока сюда овер долетит ХЗ Тут уже наверное не будет В общем-то Скорее всего Нидуса Это спайль Наверное будет Сайт я не уверен Есть или нет Где ставки ставить Улучшение Завершено Престройка Престройка Завершена ТСФ готов. ТСФ готов. ТСФ готов. Зададим им жару. ТСФ готов. Так, 4 гилюнчика. Оптимус, поехали. Проверил я там сетку буквально на секундочку. Ублай, шпиль, да, ставится. Но третий хат пока не наблюдаем мы. Блин, Таранда, да давном-давно она уже поднялась. Пристройка завершена. Третья хатка пошла, осматриваю. Криптумор минус. Ну, вылетает мутка, начинает Блай отгонять гилюн. Здесь банша вперед летит уже с инвизом, между прочим. Блай видит баншу. Сагрился, сагрился на баншу. Но она одна всего. Но с инвизом. Вот инвиз пошел. Муталиски летят тирану. Что у него вообще есть? У него ничего нет вообще. 9 мариков. Где они вообще-то стоят? Вот они стоят. Часть на рампе, часть на второй, часть в бункере сидят. Ну, Блай что-то медленно летит. Летел бы сразу бы всеми туда. Так мог бы и развалить. Но всеми туда Блай не полетел. В итоге банша прилетает. Начинает ему рабочих стебать. Уже минус... Так. Уже 8... 18 дронов уже минус в этой игре. Блай теряет все. Просто Блай вообще избивает сейчас оптимус. Блай не контролит рабочих абсолютно. Смотрите, он всех рабочих выбил на второй базе. Что это такое-то вообще за игра-то со стороны Блая? Посмотрите, какая жесть. Еще сейчас здесь уб... А, Блай контролит мутку в атаке. Вот в чем дело. Ну, мутка, да, здесь все выбивает, конечно, но... Убьет ли все абсолютно Блай? Симпак не готов. Щиты не будут готовы. Но туретки есть. Минеральную линию убить. Можно продакшн убивать постоянно. Баншу еле-еле Блайну отбивает. 36-55 парабам. Еще 4 муталиска строятся. Туретка как не была готова, так и не готова в итоге. Здесь падает. Здесь Блай реактор избивает. Сколько мариков есть у Тирана? 5 штук сейчас. Ну, выходят либераторы. Старпорт-то Блай не зашатал. И теперь с либераторами у Тирана есть шанс отбиться. Блай сплитит немножко. Минки еще можно строить. Надо весь продакшн использовать Тирану. Как вот такая хрень происходит. Блай одного либератора сбил. Ну, посмотрите, он стэком сбивает сейчас. Мутка вообще в мясо. Сдэмодженная вся. И попробуй здесь дошатай. Было бы немножко бейлингов. Можно было бы бейнами, к примеру, ворваться. Но бейлинги отсутствуют сюда. Так, реактор падает. Здесь Блай штат, штат, 51, 66. Парабам. Если Блай здесь не дошатает Тирана, ну, то есть дэмэджа больше не нанесет, у него все будет не очень хорошо, на самом деле. Я уже об этом говорил. Ублай до сих пор парабам. 51, 68. Что-то за ситуация такая парабам. Печальная ситуация. Так, СМочку еще подбрил. 68, 51. Либераторы все новые и новые строятся. Био все больше и больше. Да, муткой нашатал, но учитывая, сколько Тиран Рабов на убивал, это жесть просто. Меняется барак. Здесь уже три туретки. 32 рабочих. Жесть-то какая. В общем, у Тирана потери больше. Ну, а что это дает? Ничего особо и не дает. Уэйр готов. Роучи вперед выдвигаются. Смотрите, Тиран оборзел насколько. Четыре мула полетело. Просто, блин, такой вред Оптимус делает. Посиди сверху нормально. Просто пока, ну, подожди немножечко. Все, потом выход будет и будет. Все замечательно. Нет, он куда-то ломится. Пять мулов новейших потеряны. По лимиту проседает сейчас. Ибла еще и роучами идет. Добивать у него одна атака всего. Заходят роучи. Либераторы пока вот сейчас. Она не разложится. Первые либераторы. Блай смещается наверх уже. Нужно выбить туретку просто сейчас. И убить релоджи этих либераторов. Просто Блай, он что-то, ну, здесь просто не успевает. Вот делал 154-113. По лимиту. Фаербола на депу. Ой, на бункер пошли. Бункер падает. Либераторы прилетают. Помутки хорошие залпы проходят со стороны Блая. Так, либераторы здесь рядом. Нужно бы сплетануться сейчас. Ну, талиски летают. То есть Блай просто не дает либераторам разложиться против роучей. Если они разложатся, Блай сразу муткой ворвется просто и убьет, к примеру. Но, так. Фаерболы идут. Маляки на стиме. Прилетает Блай, выбивает либератор. Снизу либераторов нет на нижней базе. Можно дошатывать. Так. Факта там под ударом. Здесь Сэшка улетает. Ну, Факта живет. Кстати, если не зачинить тиран, сгорит она. Это 2-1 Блай. Так началось все замечательно для тирана, да? А потом такую хрень он начал делать глупую. Наглеть, выходить вперед раньше времени. Ситуация для него просто великолепная была. 60-81 по рабам. Если не ошибся, тут выиграл бы. Скорее всего. 2-1. Рано вы Блай охороните, как и я. Офигел тогда, что происходит. А Блай-то вытаскивает, смотрю. Обновляем сетку. Минато с массой начал играть. Офигел тогда, что происходит. Так, массы нет галитмината. Ну, нет, так нет. Вот, вот, у нас К2. А я сейчас вернусь через минуточку. Минато салат. Офигел тогда. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Кричала DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Был уже в четвертом туре револьвер Не знаю как там бьется или нет Но там Сирал ждет уже победителя Револьвера По идее Сплошное ЗВЗ Вот за Стрэнджем стоит Последить, потому что там Занстр дальше будет Потом возможно будет У Стрэнджа Нерчу Если он Занстр пройдет Но это тоже не факт Пройдет он там, не пройдет, непонятно Пройдет он там, не пройдет Ну что, Стрэндж в игре ждем, пока кто-нибудь из наших примет бойски, антимага в игре, Стрэндж, Вирдос в игре Блай пока ждет, револьвер в игре, давайте я вам сетку покажу, чтобы вы не скучали тоже совсем. Сетка у нас такова, сверху Шоу Тайм против Марин Лорда, ну, Гунфу Банда, правда, еще здесь идет, намечается очень жесткий матч, здесь наших не вижу я в дальних стадиях, есть Хелл Рейзер, но тут Ютермал присутствует, Вирдос в третьем туре, возможно, на Криважура выйдет, Харстом по этой части сетки идет. Так, здесь Велму, Минат, аж против Масса, но Масса отсутствует, здесь Найтент, Велму, сюда, вот Минат может против Шци Ви и Хау Расса, какие-то, ну, неизвестные ребята. Так, здесь Селл Эзер, Ламба, Димага на Ламбу, скорее все выйдет, наверняка обыграет он вот этого товарища. Здесь у нас нам Шар бьется, здесь наших, нет, Блай ждет уже Оптимус, он выиграет, Блай вот здесь, он ждет, пока Ривавер с этим доиграет, он с Сиралом, это долго реально будет. Ну, а Стрэндж с Викингом Занстер Ниди, не знаю, как там дела, надеюсь, они бьются, и хочу посмотреть Стрэндж против, ну, Ниди там, кстати, частенько проходит далеко, но думаю, Занстер здесь фаворит, Стрэндж Занстер было бы интересно, глянуть бы, например. Короче, ждем. Ну, в квалификациях-то можно участвовать любыми, я так понимаю, игрокам просто, оп. Так. Все, успеваю к Стрэнджеру заскочить, отлично. Занстер не знаю где, счет без понятия какой. Поехали. Вам же напоминаю, что идет ИМ-квалификация у нас сегодня. Вот, ИМ Шанхай. Не знаю, в один ли день она пройдет или нет, счет выставлять не буду, я его не знаю, но, надеюсь, Стрэндж идет 1-0. Ну, и напоминаю, что можете поддерживать меня и мой канал, естественно. Отключенными адлоками, подписками на премиум, по репизитам, официальные через плейер, не забывайте плюсики ставить. В записях в данный момент работают 3 плеера, это ГГ-плеер, твич. Твич работает, сейчас посмотрю, в виде тоже. И в виде ТВ, по идее, должен еще работать. Насчет в виде ТВ не уверен. Да, твич работает, все нормально. А вот в виде ТВ что-то не радует совсем. Чуть не плена не работает сегодня, вон. Ну что, масса против Минато будет играть. Я уже к Стрэнджу зашел, давайте Стрэнджа и посмотрим. Вердосский в ажур 1-0, молодец, Вердосс. АПМ показать. Ну, давайте покажу вам АПМ. Офига, тиран тут жмет больше Стрэнджа. Рипер летит вперед, КСМ-ку уезжает. Ну, у Стрэнджа заказан Мазерпур. Хорошо успел Стрэнджу Верчаш выставить Рипер минус. Так. Так, 16 на мэне рабочих у Стрэндж. Твайлайт, Руба стандартно. Абсолютно второй раз качивает на 5 рабочих. Преимущество над Тираном. Здесь бункер у нас с интереса к рампу. Адептик заходит. И стал телепортироваться с Трэндж. А, кстати, в иллюзию можно сесть? Фактой. Наверное, можно. Может и нет. Адептик заходит. Адептик заходит. Адептик заходит. Так, здесь у нас мареки... Погодите, это мареки гелионы? А что это за мареки гелионы? Ну, явно это не хэлбат пуш. Так, здесь на халяву, значит, приходит, начинает шатать КСМ-ку. КСМ-ку убивает на депошке. Депошка там секунду буквально не достроилась. Вот достраивается сейчас. Нет, это будет... Конечно же, не хэлбат пушник какой-то против зергов, только работает. Это будет дропчик мареки в какую-то базу и на другую врыв гелионов. Ну, соответственно, гелионов-то на второе, а мареки на мейн, судя по всему, за дроп пойдет. Так, прилетает об север. Адепт здесь есть, гелионы объезжают. Все, сейчас хитрый тиран какой, а? А медивак летит на мейн. Привет, дамп? Нет, оперативку не брал. Сейчас в этом месяце финансов не так уж много. Ну и пока не горит, плюс мой корешка там работает, он сейчас в отпуске. Вот. Да тут я уж подумал, надо... Посмотрим, как июнь будет там по финансам. Ну, на пробс-то пока, наверное, 50 рублей не найти будет, скорее всего. Но это мы увидим чуть позже. Мазеркор залетает. Ой, медивак залетает. Смотрите, как двумя овертяжами Стрэндж просто разбирает флам этот медивак. Здесь гелики пытаются заехать. Стрэндж сплитит рабочих. Не без потерь здесь. Ну, блин, глотов. Ну, Стрэндж все равно хорошо очень отбивается. Да, вард сталкеров пошел. Парабам в итоге сколько погибло? Семь рабочих погибло. На целый дроп полный мариков. Медивак, восемь мариков. И где-то шесть гелионов еще погибло, да? Да, и шесть гелионов. Семь рабочих. Это плохой размен, конечно. Рабочих больше, Стрэндж боевого больше. Плюс Тирану-то и отбиться здесь нечего. Причем Стрэндж видит минки прекрасно сейчас. Подходит сталкера. Минки Стрэндж выбивает моментально. Апсевер здесь есть, висит около мейна. Просто агрессивным блинком на ХГ сейчас зайти и все. Ну давайте бункером в лоб подеремся. Ну, Стрэндж, ну что ж ты делаешь? Че и бункер пробиваешь, самое интересное. Пробил бункер-то. Ну, упорный Стрэндж убивает Тирана в лоб сейчас. Ну, просто можно вот сюда было блинку. Ну, Стрэндж в итоге без потерь практически дерет. Посмотрите на потери. ГГ пишет серым. 2-0 Стрэндж, я так понимаю, или что? 2-0 Стрэндж, я так понимаю. 2-0 Стрэндж, я так понимаю. 3-0 Стрэндж, я так понимаю. Занстер здесь. Занстер здесь. Занстер здесь. Так, революбер 2-0 там выиграл кого-то. Занстер здесь. Занстер здесь. Занстер здесь. Занстер здесь. Занстер здесь. Занстер здесь. Продолжение следует... Так, ну что, с тренежзанстром будет сейчас биться. Гордоз кого-то там ожидает, с киважуром, наверное, он бьется сейчас. Так, продвинули сеточку. С тренежзанстром биться уже написал. Нерч там с какими-то пока неизвестными ребятами. А, Нерч уже все, ждет победителя Стренежзанстера. Ну что же, сюда надо врываться. Буду надеяться, Стренежзанстер одолеет, будет с нерчом биться. Будет хорошо тогда. Револьвер Сирал, Блай Оптимус уже победил. Ждет револьвера Сирала победителя. Как так. У некоторых частей сетки еще первый тур, блин, не отыгран. Револьвер Сирал, Блай Оптимус. 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 Продолжение следует... 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 Пробочка катается здесь. Видит Стрэндж, что третий не Хата пока не ставит своего оппонента. Причём двумя рабочими ГАЗ продолжает добывать Занстр. И здесь Адепт первый. Адептик вперёд попёр. Первый, наверное, такой оппонент серьёзный у Стрэнджа в этой сетке вообще Занстр. Ну, сначала не серьёзный, потом сразу здесь серьёзный. Начинается Старгейт на Мэйне напилен, блин, и сталкер не строится. Так что отогнать будет ничем Овера. Но Овер сам улетает. Сейчас Стрэндж приходит Адептом. Телепортируется. Удар по Лингу. Точнее, не залп. Адепт-то один. Какой залп? Иллюзия залетает на Мэйн. Проверяет Стрэндж, что же здесь творится. Эскейп нажимает. Видит, что у рабочих там пару ГАЗ добывает. Здесь около третьей базы ходят. Нужно уйти сейчас с просто иллюзией. И Стрэндж, да, здесь стоит, уходит домой просто Адептом, чтобы Линги не сгрызли. Решение верно. Здесь Мазеркор бустится. Не самый ранний Мазеркор. Так, здесь другой Адепт вперёд выходит. А зачем Стрэндж? Одним ушёл, другим пришёл. А, он двумя... Судя по всему, Стрэндж, хочешь двумя Адептами сейчас вот этими зайти на третью. И этот рабочий туда начнёт переводиться. Можно неплохо побомбить этих будет. Так, и Фениксы делают. Фениксы это интересно. До готовности Муэвером ещё Феникс начинает бомбить. Всё, сейчас Муфта готов. Второй разлетает. Нужно второго принимать. И этого тоже нужно принимать. Третий Нексус у Стрэнджика пошёл. Адептик и здесь рядом находится. Врывается Стрэндж. Здесь два Линга всего. Раз дрон минус, два дрон минус, три дрон минус, четыре дрон минус сейчас будет. И пять дрон минус будет. Хорош. Стрэндж вообще шесть дронов уже минуснул. И может быть седьмого даже заберёт. Нет, не получилось. Ну, на шесть дронов, два адептера. Зменять это хорошее решение, считаю, для такой стадии. А в итоге, смотрите, у Стрэнджа третий Нексус наполовине. А по Рабаму он, ну, только что в плюсе будет. Сейчас уже минус и после до заказа зельд. Плюс гейты. Добавляется фаржа. Твайлайт пока нету. Всё стандартно пока здесь. Никто никого не променяет, не волнуйтесь. Если наши будут биться, то тогда будем смотреть. Футбол в десять часов вечера ещё. Тут уже всё кончится. Сколько времени-то сейчас ещё? Ещё восьми даже нету. Вы чё, блин, сгоните? Ты чё, пёс, сгонишь? Хе-хе-хе-хе. Ладно, в случае хорошего. Так, здесь пилончики не вплотную к Нексусу стоят, кстати говоря. Стрэндж лингов гоняет. Два Феникса залетают к Занстру ко второй базе. Тут королевы их отгоняют. Спорок нету, между прочим. И ещё-то тут много лингов заказано. Баллинг Нест уж не присынуть ли решил тут Стрэнджа, товарищ Занстр. Плюс один делается. Два роба Стрэндж заказывает. Квайлайт пока нету. Фениксами всё контролят. Четыре-пять дронов Стрэндж минусует и улетает. Даже дэмэджа особо Фениксами не получил. 57-51 парабан в пользу Стрэнджа. Смотрите, Стрэндж изменил. Ну, не то, что он таким билдом играл и раньше, но как-то Стрэндж чаще я замечал там Квайлайт. И когда там играет скорость-таки адептом, а здесь два роба выход идёт. Самый настоящий. Так, здесь пробочка бежит. Минус пробочка сразу. Стрэндж не законтролил. Немножко зелки вперёд вышли, но нужно отойти назад немножечко зелками. Здесь Пениксы летают. Королеву сейчас Стрэндж заберёт на халяву. Ещё и гвадроны здесь есть, между прочим, бесхозных. Можно их подрезать, что Стрэндж сразу же и делает. Всю энергию вообще идеально Стрэндж разменивает. Сейчас Фениксами с вами пара практически по КДшечке. Врывается на Т4. Да, здесь три королевы плюс приходят. Стрэндж не видит, пока что-то стыкает. Фениксами нужно улететь. Стрэндж что делаешь? Фениксами улетел. Можно мейн подшатать будет. Сейчас по 50 энергии появится хотя бы у каких-нибудь Фениксов можно будет это делать. И мотулы по две штучки строятся. Чаш плюс два, там 2-1 грейды и мухбеллинг. Келлажур убил Вирдоса. Вирдос живёл 1-0. Что случилось? Келлажур совсем неплохой игрок. Он хороший игрок. Так, пять королев у нас здесь. Хат остается пятая. Ну, кстати, Стрэндж делает выход сейчас. Посмотрите. Правда, без призмы этот выход идёт. А вот призма есть. Сзади адепты дома варпятся. Контроль великолепный. Стрэндж... А, это зелки даже. Не надо, если варпятся. Фениксы рядом есть. Бейлингов 17 может сейчас. Занстер. Стрэндж приходит без Мазершипа. Меза. Так, прорываются в вейнов. Зелков надо сплитануть. Бейлинги готовы. Сплит у Стрэнджа такси в Мазерхорде. Здесь есть телепорт. Домой пошёл странно. Стрэнджа ключевые юниты не потерял. По лимиту жёстко дико не просел. Что погибло у Стрэнджа? Архон 8 зелков, 3 адепта. Ну, Архона жалко. Единственные остальные. Ладно. Ещё 3 Архончика сливаются. Занстер как будто бы контратаковать собрался сейчас. 1200 у Стрэнджа минералов. С минералами надо сейчас разобраться, как туда заказ, видимо, сделать. Здесь линги оббегают. Стрэндж неплохо их принимает очень. Четвёртый Некс устроится. Приходится отменить здесь. Прибежали линги сейчас очень-очень опасно. Фениксы висят за Занстером сейчас, реально. Третью атаку Стрэндж необходимо заказать сейчас, чтобы вперёд двигаться, в общем-то. Потому что что-то по грэдам он просел. Либо идти пушить, уже добивать. Так, есть Занстер врывается на второй. Верча же надо ставить, как может быстрее. Раз ставится, два ставятся. Бейлинга линги здесь бегают рядом. Фатонки нет, у Стрэнджа ни одной. Вот это ошибка. Узилки варкаться сейчас. Ну, Бейлинга два здесь есть. Сейчас они могут взорвать всё. Здесь что-то линги туда-сюда бегают, пытаются Занстер всё отменять. Ну, четвёртый Нексу, судя по всему, отменит. Но часть-то юнитов Стрэнджа уже в выходе сейчас. И, кажется, Стрэндж собрался точку поставить в этой игре. Здесь что-то пробки танкуют. Ещё пробки танкуют. Так, линги на Архонов, на Зелков накидываются. В это время Стрэндж приходит. Пробревает Занстера шесть часов. Здесь всё сминается лингами. Нужно даварт срочный делать. Две Фатонки есть. Фатонки немножко потянут время. Это хорошо. Фениксы прилетают. Здесь Пиралевы что-то туда-сюда бегают. Плюс ещё два Архона. Шесть Архонов в выходе. 21 Беллинг. Но он уже, мне кажется, не спасут Занстера эти Беллинги. Стрэндж пришёл и разваливает. Падает Хатка. Беллинги заходят. Сплитик Стрэндж, сплитик делай. Так, хорошо. Там Архон и Бейнов шатают. Посмотрите дэмэджи, как мало получили. Сейчас поля отрегенятся. Здесь Криво расположился под споркой Стрэндж очень. Так, Занстер идёт вперёд. Беллинги ворвались. Но Архонов много вышел. Куда-то сныкался. Трэмл Оверов пошёл бомбить. Тут Братанов твоих бьёт. Приди на помощь. Не приходит Архон. Поздно пришёл Друган. Сейчас всех уже убили, блин. Но он всё равно начнёт биться слингами. И слингами тут бьётся Архон. Что надо? Зилки на мэне всё уничтожили. Поля начнутся сейчас. Регена вообще. Надо сваливать отсюда куда-нибудь Архончиком поставить его в хитро. Так, здесь зилки долго держались. Стрэнджа две атаки. Там 3-2 сейчас будут грейды у оппонента, у Занстера. И это очень плохо, потому что такими грейдами тяжело бороться. Архон всё ещё стоит. Тут линги прибегают. Архон просто, ну, бесхозный, в общем-то. Добыл его стрэндж. Несколько лингов убивает. Но этого маловато, мягко говоря. Зилков отвёл назад. Нужен Доварп что-то... Ну, от Архонов нужен Доварп газовых юнитов. Была бы третья атака. 3-2 будут эти. Реально у Занстера так не решали. Зилки Бэлингов расшатывали. Всё. Имморталы на море. Ой-ой-ой-ой. Здесь ещё отдаться можно, блин, против таких грейдов. Сейчас Бэлинги вкатятся хорошо против взялков. И будет. И всё. Так, имморталы подстраиваются. Архончики. И четвёртый. Некус прикрывается. Стрэнджик. Куда же ты там ходишь-то? Ё-моё. Сейчас отменят себе просто всё. Чертяга эта. Так. Приходят взялки. Приходят Архоны. Прыгают взялки сюда. Архон здесь есть потомки. Нужно восстановить, прикрыть здесь всё. Газов чё-то у Стрэнджи катастрофически не хватает. Хотя шесть газов добывают. А, вот он. Архонов морфит. Я не заметил. Нет, всё-таки Архонов подморфливает. И это хорошо. Блин, ну почему на двух атаках Стрэндж останавливается? Надо ему написать. Чё-то как-то это. Хотя бы третью обязательно нужно делать. Там адреналин всё. Четвёртый Нексус готов. Нужно пару фотонок тут спиливать обязательно. И газ начинает добывать. Что-то там начинает добывать. Идёт Стрэндж вперёд. Забегание от Занстера не планирует. 155-97. Но я зря нервничаю здесь. Лимит у Стрэнджи хороший. Идёт вперёд Занстер. Нужно сплетануть. Архонов Стрэндж понимает. Архонов сплетит. Зелки где-то сзади стоят. Часть только... Да, по два зелка вот так вот выводи сейчас. Что Стрэнджи делает. Контроль хороший. Демонстрирует. Здесь линги архонщика окружают. Ну, остальные юниты прикрывают. В принципе. Суть пошёл. Так. Часть зелков отдаётся на бэллингах. 145 на минус 7. Рабочих построил на четвёртую. Нужно идти вперёд. Есть призма. Здесь можно... Можно Псиш-станчиков наварпить сейчас. И слить ещё архончиков парочку штук. Стрэнджи этого не делает пока. Ну, ещё один иммортал приходит. Правда, в битве туда. Так. Барка движуха. Архон сэмортами подставляется. В эллингах пытается зайти. Зелки. И прыгают. Стрэнджи сплитанусов. Дальше что-то сплит отсутствует. Так. Часть зелков идёт вперёд. Часть назад он вступает. Ну, трэнджи нормально вроде-то. Бьёт 140. 4. 4. 84 по лимиту. Да, это будет. Даже им 1200 газа уже десять. Четвёртый некст. Забегание ни одной фотонки. Нужные фотонки ставить обязательно. Там что-нибудь ещё добавлять, чтобы было попроще. Бэллинги скатываются. Но эморталам они не так страшны. За эморталами архоны в ряд встали. Это ГГ. Это Альмирнов. Альмирнов. Мурятся для к примеру. Альмирнов. У вас ещё небольшая ут hmмь. Альмирнов. Утultание килькости. Но в этих кальп Suzanneasmят вещь – их объём. Как у нас牡ра? Я막 не 흔�者. Что-то хост пока не создается Странно, хотя счет 1-0 И аж в первую игру пришел Абсолютно точно Так, Келажур Вирдос Действительно убил, каким образом Это произошло, я не знаю Маста убил Минат, Димагас Ламба бьется Пока еще Так, Димага пока еще бьется Так, Блай Револьвера ждет Ну Блай, кстати, в сетке Стрэнджа Получается, находится И здесь Стрэндж Узанство Сначала надо убить по-моему Нерча Если Блай убьет победителя Левы Сирала Он тут будет биться с Нерчом Это будет, конечно, интересно Предбегал Ну Действительно много всего происходило Согласен Про Грэйды сам бывают И раньше забывало Сейчас Когда вот такой размен Игра идет Вот, но Ключ в победе Не забывать про Грэйды Почему? Потому что они жизнь облегчают Опять же Зелки хоть и сплитились от Беллингов Но представьте Вот в отдельных размерах Разменах С двух ударов Или с трех Зелки Линга убивают Это очень важно Туда забегание Сюда забегание Везде эффективнее Размен Пилончик Астрейджа Станция Король Сиджон У нас карта Зачем имморталы в миксе? Ну, во-первых Они по Беллингам Очень хорошо садят Во-вторых Они по зданиям унижают В-третьих Они от Беллингов Танкуют очень неплохо Да и Линги Их сейчас с полями Ну, просто ценный лимит Собственно говоря Плюс Не факт Что там Линга Могла быть Линга Бен и Гидра Бонуса по Гидре Хоть и нет Но С вилдами С грамотными позициями Имморталы Очень круто дерутся Почему нет центрей? На такой стадии Центрей уже никто не добавляет Центрей это более ранняя стадия Средняя стадия Когда Особенно если ты играешь Сталкеров Микс Ну вот Или Емуф Когда ты играешь Уже Архон Озилки Преобладают В центрях нет смысла Архоны давят Свои же филды И Ну толку нет Никакого Собственно говоря От них То есть нужно уже Чисто Архонов Добавлять Зилков И на контроль Своих расчет Можно скорость Таки адептам Как стад Архоны адепты Делать например Старгейт пошел Старгейт пошел Плюс у центрея Плюс у центрея очень важный параметр Такой есть То есть Она появляется С пятью из энергии С одним филдом То есть В начале центрей Когда вы доделали И они есть В начале Не накопили По 100-150 энергии По три филда У них По гвардиан Шилду Там иллюзии есть Они очень полезны Но если ты в замесе Варпишь центрей Ты фактически Варпишь центрею На такой стадии Для одного филда За 50-100 ресурсов Получать один филд Это мягко говоря Не очень Как бы В битве против 3-2 лингов Сентрея с 0-2 Да хоть там С 3-2 бы Она тоже была То есть Она Два линга Сентрею Это убьют И все Так Поржа пошла Оракул летит вперед Здесь есть Нет Спорок нету Смотрите-ка Нету Спорок Оракул залетит Сейчас хорошо 40-37 Парабам Но я уверен Стрэнч нормально Сконтролит Оракул Добро нас ждет Залетать Тайминговые Спорки Пошли Даже еще не видят Ничего Занстера Уже спорки стоят Пошел Выв Нужно лететь Жарить Рабочих Больше Сейчас Принжу Ой как Занстеру Припекло Сейчас Жорко 10 дронов Стрэндж Ножок Представьте На такой стадии 10 дронов Это Великолепное Применение Оракула Заказана Грелочка Для чего Она заказана Чтоб Никакие Чертовы Беллинги Сюда Не пролетели Не пролетели Почему Смягчане Кто не пройдет Стрэндж Неоднократно Выигрывал Например Нужно Занстера Выиграть Только Для начала Стрэндж 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 Так, здесь у нас адептики выходят. Без, правда, скорости атаки. Грейда. Пошел врыв на вторую базу. 18 лингов Занстер заказывает. Адепты приходят ко второй, телепортируются за минеральную линию. Линги под ударом оказываются. И несколько дронов еще погибают. Ну, размен, короче, для Стрэнджа замечательный происходит сейчас. Адепты врываются на третью уже базу от Стрэнджа. Нужно на холде биться, а на Стрэндж на холде, собственно говоря, и бьется. Опять же ушел за минеральную линию. Линги падают. Не успел Занстер вовремя лингов добавить. Дроны в бой вступают. Дроны падают сейчас. Стрэндж пофокусил несколько рабочих. На вторую уже лишним, наверное, было вырываться. В итоге, мы им 18 дронов за эту игру погибло. 550 на 1500. Размен по ресурсам был сейчас. Так, Адепты один только на мейн телепортнуться. Сразу же был уничтожен. Но у Стрэнджа больше рабочих, у Стрэнджа третий Нексус, у Стрэнджа такой же лимит, у Стрэндж плюс два Блинг. Это замечательно. Для него, похоже, сегодня Стрэндж собрался выигрывать Занстера. Кто не играет? Я почему не играю с биндами на местность? Я вообще в втором Старкрафте даже как тренился не успел к ним привыкнуть. Почему? Потому что я тренился всегда. То тренился даже раньше, то потом что-то, ну, как бы терял мотивацию, не тренился. А бинды нужно к ним привыкнуть. После первого Старкрафта отводку, и все. То есть это дело привычки. Так, здесь Линги бегущий Стрэнджа несколько подрезал. Две фатоночки на третий базе. Ревелейшн по лингам кидает. Да лучше, может, пожечь их надо было. Хотя так, Вижен будет на лингов, и если они захотят забежать куда-то там, что-нибудь взорвать с Берингами вместе, будет Стрэнджа видеть прекрасно. Так, Гидра здесь добавляется. Второй куголь, рейнджовой атаки пока нету в заказе. Какая-то хрень происходит здесь, непонятно. Так, выход какой-то от Стрэнджа пошел, или что это? Брайд 1.0, 1. Так, три детской гидролизка проходят. Грелку принимают. Стрэнджа блинг есть. Лови, лови их, Стрэнджочек. Так, гидралы под ударом. Оказывается, можно в блингануться к ним поближе сейчас. Сзади линги забегают. Здесь гвардинам гидралы без потерь будут уничтожены практически. Призма убита, но здесь достаточно войск, чтобы убить кошку от Занстера. Подходит сюда. Кот давно попормлен. Там просто мама уехала. Включает, видимо, без мамы кошка. Потому что если Чарлику я хозяин, когда больше, то Алиса. Мама хозяин моя. Получается. Играет с ней больше. Вертяжи везде. Занстер мечется туда-сюда. Стрэндж отблинкивается назад. Дерется Стрэндж эффективно. Занстер просто отдается сейчас нелепо как-то. С двумя своими когтями. Гидра, между прочим, на 0-0. А Сталкер это на плюс 2 грайдах сейчас. И в итоге Стрэндж ловит всю здесь гидру. Нужно так. Агрессивная. Блин, все вперед. Пошел гидралис в окружение. Попадает. Минус вся гидра с 14-128. Еще один блин. ГГГ. Лбишет Занстер. Респект Занстеру. Манерный игрок. Всегда он был. Вот. Я к нерчу со Стрэнджем. Пойду сейчас абсолютно точно. Ждем. Предупреждаю Стрэнджем, чтобы я счету заинвайтил. Килажур, Харстон. Сверху Блай. Револьвер пока не прошел до Блая. Револьвер пока не прошел. 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 Так, ну что, ждем с нерчем. Начало. Продолжаем. Продолжаем. Узнаю, как у Маши здоровье на пол. Вчера она заболела. 38 была ночью температура. Ждите, ребятки. Сейчас ворвусь. Редактор субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин Так, все, я здесь. Что-то не берет пока никто трубку. Субтитров А.Семкин 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 Субтитров А.Семок banks Увид可 Субтитров А.Семкин А.Семкин needs Так, вот сейчас, ребят, секундочку, алло. Ну? Ну? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот, DimaTorzok Вот, он слабо, но это уже нижняя часть сетки И здесь Блай со Стрэнджем, все, других больше нету В РО-16, как бы, фактически они бьются И мы ждем, в общем-то, начало Блай с Сиралом будет ЗВЗ Стрэндж не рчем ПВЗ Короче, ожидаем начало Стрэнджем будем врываться, но если Блай победит Конечно, тогда к нему в следующей игре. Ну все, я устрейнженерча, никого здесь больше нет. Продолжение следует... Все, нерч готов, говорит, гоу-гоу. Стрэндж не знаю здесь, вообще не здесь. Ждем Стрэнджа. Все, Стрэндж здесь, поехали. Ну что, Бо-3, поехали, ребят. Самое интересное начинается на сегодня, связанное с СНГ игроками, с нашими. То есть, стадии, где надо уже напрячься на максимум, соответственно. Вот. ПО-ГНА-ЛИ. Да, видел я, что звука нету, скоро появится он у вас там. Помните, что задержка 3 минуты. ПО-ГНА-ЛИ. 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 Так, не считает базу Ближе к центру, вторую не дает поставить Ну, стран же, соответственно, у нас тут Выйдите Нексус Гейт Кибернаточка Гейт Кибернаточка Так, заходит адепт От Стрэнджа к нерчу Ближе сюда Нерча, выйдите, где линги? А вот 6 выходит, как раз-то все линги Пока что есть у него Здесь с адептом Стрэндж, получается, линга подрезать Подрезает линга, нужно уйти бы сейчас Стрэнджу, еще одного линга подрезал Иллюзия полетит отсюда А Стрэндж будет пытаться подрезать Возможно, рабочего подрежет Нет, не успел И адепта чуть не отдал Буквально там на 6 хп ушел Адепт полудохлый Нерч бежит сзади И сейчас, возможно, даже нагонит его иллюзию Стрэндж пускает Ну, адепт там-то встал И все, это минус адепт Ну, е-мое, ну как так-то, блян? Пусть дохлый, но ушел бы Все равно лучше было бы Но это Нерч Он как бы грамотно все делает Идет вперед и подрезает, естественно, адептика Так, секундочку, ребят Сейчас, труп До свершица Разработка завершена Так, все, здесь я Стрэндж третий, Нексус Бухой скорость атаки адептам Практически готов Плюс 2 гейта Еще 5 гейтов у Стрэнджа Ну, 5 это не 3, не 4 Это такой путь Ну, как это, не улынкаешь Ну, это... Этот билд рассчитан на то, что адепты что-то сделают Они какой-то дэмэдж экономикой нанесут Нерча Но там уже 11 роучей заказано Вот они, 11 роучей Это все дело двигается вперед Плюс линги, правда, без королев Но это пуш, это прессинг Адепты все снизу уже Еще адептик в парочку варпится К призме ведут вперед Так, Стрэндж проверяет Видит роучей Куда ты телепортнулся-то, черт побери, Стрэнджик? Что ж ты делаешь? Надо под пилон отступать Стрэндж отступает под пилон В это время призма летит вперед Но здесь-то как отбиваться? Вообще непонятно Сентря варпится Первая тут Сентря все лишь варпится Третий некст сейчас Стрэнджу отменит Нерч просто Нужно сейчас эскид нажимать Отменять его будет Этими всеми отступать товарищами А на мэне пытаться нахарасить как-то Даркшайн запили Но Стрэндж летит Вместо того, чтобы дрогнуться сюда Он летит Вот сюда бы подварпил бы еще Может быть, что-то и получило 97-77 В итоге Удачно являет со стороны Нерча Плюс он делает спорки На мэне На второй Единственной спорки нету Почему что понимает Что Твайлайт Это в первую очередь Выход в Даркшайн В перспективе Если адепты Репортируются на вторую базу Значит пытаются фокусить дронов Поначалу он пытался Потом Криво уже фокусил реально И это было бесполезно практически Даркшайн почти готов Но здесь и лэйр И спорки И все-все-все есть Что нужно, чтобы Дарков Адведь как-то Не заходит здесь Билд Стрэнджа совсем Но Фрост Тяжелая карта для игры Свернил Здесь базу очень тяжело занимать Вообще не понимаю Почему просто в центре Ну хотя здесь тоже Расшатать и это можно Также с другой стороны Так где что-то адепты туда-сюда летают Прямо наглую на треть Прямо где фокус рабочих Так куда же ты пришел Ты ема Тут уже штук 5 Можно было бы убить Адептами очень важно контролить В тот момент Когда они телепортнулись Почему? У них скорость атаки гигантская Залпа рабочего Они убивают И просто ты Хоп-хоп Подрезал И все как бы И телепортнос Точнее подрезаешь Сразу же Можно двумя адептами Просто экономическую ситуацию Изменить кардинально И даже у меня не раз Получалось Понятно игроки Там другого уровня Совершенно Помню с тираном Так двумя полетел Он буквально Втукал он секунд Там 20 Наверное просто И адепту сразу же Развалили просто Рабочих там Наверное штук 10 Какие ключи Чтобы выигрывать Нерча Нужно не втыкать Просто нужно Очень четко контролить У стрейджа есть Макро Есть понимание Но вот такие моменты Надо все доконтроливать Вот ключ Телепортнулся Идеально раскликнул Но стрейдж здесь Дарка контролил Просто в этот момент Вот эти моменты Все нужно исполнять На высшем уровне Потому что нерч Именно на таком и исполняет То есть Как бы ничего необычного Он не делает Сверхъестественных билдов Нет Просто он очень четко Отыгрывает Стандартно Как-то стандартно Может быть С небольшими вариациями Что тоже конечно Показатель уровня Но так Все самые крутые Игроки играют Такие как Стас Просто делает все четко Все Так же здесь И получается У стрейджа Так Патоночки Третий Нексус Еле-еле занял По рабочим Кстати Стрейдж плюс Вот такие вот Робо перед застройкой Это Не стоит Так делать Почему Потому что Минус Робо И минус Сразу Стрейдж будет Юнитов Нет практически А здесь У нас Что Здесь у нас Уже Люркиров Семь штук Дарки Пришли Стрейдж Пытается Что-то Дарками Сделать Пытается Развести Адеп Плюс Дарки Да ему Время Безусловно Нужно Тянуть Но Нужно Тянуть Время Для того Чтобы Что-то Предпринять Вообще Нормально Так Здесь Сабсервер Вылетает Еще один Дестабилизатор Сейчас Два Дестабилизатора У Стрейджа Уже есть Нерч Подходит Здесь Уверчаж Много Нужно Выставлять Уверчаж Раз Два Три По Дестабилизаторам Так Олюре Нужно Залпы Делать Один Раз Дестабилизатор Второй Пока Не стрельнул Кстати Где же Вот Патрончик Есть Стрейджик Стреляет Вот Три Люркера Можно попасть Три Люркера Попадает Сейчас Патронка Упадет Дивиджена Кстати Не будет Стрейджа Фактически Нестабилизатор Новый Еще не готов Это Время Призма Летает Можно Расхарасить Мейн Очень неплохо Довар Будут Не сталкеров Сюда А туда Может Парас Что-то Ну а Дома Тогда Очень опасно Можно Подставиться Мимо Стреляет Стрейдж Видно Не хватает Контроля Стрейджу Явно Таска Не хватает Немножечко Люра Под ударом Конечно Но Люркеры Живые Все новые Дестабилизаторы Выходят Нужно Залп Новый Дать Так Видит Стрейдж Здесь стоит У нас Все Нерч Просто Нексус Решил Отпокусить Сейчас Стрейдж Законтролился Дропом Стрейдж Все Приходит Нерч Ну и Что Дальше Нексус У тебя Отсутствует Хотя Ресурсов Стрейдж Ой Невероятное Какое-то Количество Накопилось Еще Шансы Есть В принципе Перевар Пить Юнитов Дестабилизаторов Добавить Здесь Нексус Закать Ченжлинг Мешает Нексус Закать Ну Пробка Вообще Издалека Идет Стрейдж Не видит Что Рядом Стоит То О чем Я Говорил Нерч Делает Казалось Да Экономика Несильная Ничего Тут Такого Нет Сверх Естественно Он Все Четко Делает Ошибок Мало У Стрейдж Ошибки Вот Они Очевидные Тут Недоконтролил Здесь Недоконтролил В итоге Проседание Так Залп Дестабилизаторами У Люре Попадает Стрейдж Еще Залпы Пошли Хорошо Люру Забирает Здесь Люра Подходит Отдается Куда Так Издалека Ну Как Блин Напрягает Мне Когда Так Издалека Стреляет Многие Игроки Так Ошибаются И Лимит Это Почти Равные Стали Стрейдж Остается Чуть Чуть Здесь Потащить Гидра Где-то С хайграунда Там Под Люрой Сейчас Напрягает И Моркл На Муви Сливается Да Что Происходит Такой Гидра Заходит Внаглую Сюда Дестабилизатор И минусует Так Дестабилизатор Упал Один И Не Смог Люркера Стрейдж Забрать Просто Посмотрите А Блинк Есть А Стрейдж Блинк Был бы Блинк Отбился Изи Гидра Зашла На Вторую Гидру Нужно Развалить Дарки Варп Есть Гидра Рескипад Здесь На Фатонке Приходит Пытается Пробраться 40 62 Ну Вот Посмотрите Казалось Сейчас Буквально На Несколько Секунд Лимит Стал Рану Но Опять Ж Отожал Люру И Сюда Зашел Нечем Здесь Отбиться Дарков Почему Сразу Варпа Не Было Уверсира Не Было Дарков Бы Сразу Наварп Стрейдж Тоже Мог Разобрать Идет Вперед Сейчас Пытается Нерча Протаковать Здесь Очень Много Лингов Против Лингов Здесь Нечем Драться То есть Против Лингов Когда Уже Много Юнитов Они Сблизи Лингов Снимают А Люру Там Минусуют Те же Дестабилизаторы Здесь Такого Момента Нет Стрейдж Приходит Четвертый Без Уверсира Сейчас Это Очень Опасно Со стороны Стрейджа Сейчас Нерч Может наломиться И Ничего Не Сделаешь С этим Наломом Вообще Сталкеры Подходят Стрейдж Криптум Раснимает Здесь Дарки Дальнюю Базу Харасит Плетка Минус Спорку Забери Стрейдж Спорочку Забери Спорочку Забирает Красавчик Забирает Дальнюю Сто 15 62 Здесь Прилетает Оберлингов Стрейдж Не видит Ну и Гидра Пришла Тоже Ну хоть Эту Хвату Заберет То Хорошо Третья База Закачалась Сейчас Ну там Она Качает 40 Рабочих На 59 Так себе Сталкерами Стрейдж Видишь Что Нерч Бегает По центру Нерч Пытается Выход Сделать Гидры Просто Невероятное Какое-то Ну хотя Нет 26 Не невероятное Количество Но это Много Гидра Лисков Гавар Зилков Идет Сверху Сталкера Приходит Нерч Так Стрейдж Видит Нерча Но Нерч На Сходу Заходит Крип Посмотрите Под базой Прямо Крип Надо было Отогнать Ошибка Три Рюкера Минус Сразу У него Нексус Падает И просто Не хватит В итоге Скорее всего Боевого Лимита Стрейнджа К сожалению Здесь Хотя Вроде Залпы Неплохие Проходят Ну вот Как я и говорил Нету Никих Сплэш Нюнит Которые Лингов По гидру Отогнали И в итоге Вот так Неэффективно Бой Проходит ГГ Стрейндж Пишет Ну Ошибочки Какие-то Ошибочки Там Ошибочки Здесь И вот Так Ну А Что Поделаешь Нужно Исправлять Нужно Трениться Нерв Сейчас Очень Силен И Очень Уверен В себе Захожу В Игру Стрейндж Отписал Счет Так 1-0 Нерч Что там Было Я не знаю Ламбо Выиграл Димагу Ламбо Уже Лейзера Выиграл Блай Не знаю Что с Сиралом Там Как дела У них Обстоят Трениться Блай Трениться у Стрэндж. Здесь у нас 17-я хат стандартная у Нерча. Стрэндж идет в разведку. Руины Эндиона карта. Карта неплохая, но очень жесткая Нерч. Стрэндж, правда, то есть он, я помню, Ниба здесь шатал просто жестко очень на этой карте, но Стрэндж умеет грамотные выходы делать, на самом деле. То есть тоже, как бы, может быть, что-то получится из этого всего дела хорошее. Немножечко, да, что-то немножечко Стрэнджу не хватает. Но Нерч, конечно, невероятно силен сейчас. Стандартный чёт, я не знаю, как это. Вообще это, как бы, достигается практикой обычно. То есть всё Стрэндж понимает, всё делает нормально, но переигрывает просто его Нерч, переигрывает. Немножечко не получается. Здесь у Стрэнджа билд интересный с передропом, а с четырёх гейтов юнитов он постоянно раньше делал. Кстати, вот Нерч сейчас не готовится к нему раучу урона нет, а я вижу, что Стрэндж билд как раз таки изменил на какой-то другой. Спайлайт пошёл сейчас. Обычно раньше Стрэндж не через спайлайт, когда здесь Овера начинает стал сразу сбивать, но Твайлайт он абсолютно так увидит. Да, увидит. ТП много. Хотя на грани Вижена будет. Но я думаю, что спали. Да-то Вайлайт спалил. Блин, он чуть бы пораньше погиб. Заказан скорость-таки адептом. Форжу отменил Стрэндж и сразу же Робо заказал. То есть это будет Адепто Улын на мейн компоненту к его. Такие ещё звуки окружения. Три гейта заказано. Больше надо гейтов ставить. Роуч Ворон там пошёл, здесь грызёт Нерч. Нерч играет безмуовером. Кстати, 7 гейтов сейчас может зайти реально со стороны Стрэнджа. Даже 8 гейтов, я думаю, надо здесь делать. Призма заказана. Сколько у Стрэнджа? Это 7 гейтов будет. Восьмого нету пока что. Ну, 7 тоже хорошо. Тут разница, мама, 7 или 8. Главное, как Нерч встретит всё это дело. Встретит жёстко. Сейчас Роучами отобьётся. Не встретит, не отобьётся. Ну, нужно важно ещё пролететь, конечно, вне Вижена. То есть нужно пролететь четырьмя адептами. 7, давай, 5, 11 и уже драться начинать. Там 8 Роуч. Да, кажется, Нерч тут готовится к чему-то. Овера Стрэндж прогоняет. Нексус. Видел Нексус. Нерч. Стрэндж отменяет Нексус. Но, так, Нерч то ли стандартно сейчас пытается действовать, то ли как он пытается действовать, я не могу понять. Он просто подготовился вне... Вообще, как бы, Вижена не было. Прямо через овера Нерч летит. Ой, Стрэндж летит. Пошёл заварк на Мэйн. Роучи прихочет. Начинает адептов бомбить Нерч. Нужно разводить, пытаться. Куда там Стрэндж? На вторую заходит? На третью? Да куда ты отменил-то, ё-моё, надо, блин, телепортироваться было. Отменяет Стрэндж, блин, этим группа адептам. Иллюзии опять полетели. На холде рабочих бомбит. Ну, тут стоит сто на... Раскусил Стрэндж. Да, Нерч в этом плане, конечно, очень хорош. Нужно убивать всё. Чё-то тут Стрэндж тупит. Иллюзии посылаются с мэйных вот там вдаль. На третью и на вторую адепты заходят. На вторую не стал телепортироваться Стрэндж на Мэйне. Ну, тут новые роучи на Мэйне появляются. На третьей есть, везде роучи. Везде как бы эффективно Нерч дерётся. И реально ничего не получается. 59-102, кажется, это 0-2. Казалось, вот, смотрите, блин, какой опыт у Чертяги. Всё Стрэндж сделал круто. Здесь отменил здание другое, заказал. Здесь Нексус был, чтобы обмануть. И ничего не получилось. Двукратное преимущество по лимиту у Нерча в итоге. Ничего не получилось. Их потери больше у Стрэнджа. Он 18 адепт слил. Убил всего 12 дронов. Шнатлингов 4 роучит. Такие потери у Зерга могут быть, там, я не знаю, с первого варпа адепта даже больше. Просто Зерг не готов. По очереди юниты выходят. Заказ музыки за 30 рублей. Ну и как бы, естественно, нет у меня надписей на хлебушек, на шляпу, на какую-нибудь, на ещё что-то. Я не люблю это всё. Ко мне надо было на студию, чтобы, ну, там, ремонт поделать. Я написал, всё, как бы, это единственный случай был. Вот, музыки тоже не надо. То есть, кто хочет, как бы, кому нравятся мои стримы, тот поддерживает, соответственно. Это, естественно, кто чем может. Отблоками, там, применим, другой поддержкой. Это не важно. Пытается Стрэндж. Посмотрите, кстати, Стрэндж ещё лимит даже подкопил здесь более-менее. Ну, здесь архи сложно будет. Просто даже вот из такой попы ещё что-то тут делать. Лучше бы, конечно, просто стандартно сыграл. Мне кажется, то шансов бы больше было бы. Призму летает, здесь нерв четвёртую ставят. Грейдов у Стрэнджа нет, ничего нет. То есть, у всех компоненты сейчас проседают. Третий нерв вроде как доделывает. Чейнджа, Стрэнджа убил. Везде Роучи, везде всё защищено. Люркер Дэн пошёл. То есть, выход в 200 ремита идёт просто. Блин, ну, чуть бы больше убил. Я не знаю, как тут. Тут, ну, первый оверс палил, призма залетела прямо на Роучи. А что тут делаешь? Можно было не наверх варпить, как Роучи уил, сюда варпануть, куда-то лететь, например, на третью, я не знаю, там. Или на мувий тир адептами вот сюда, к третьей, и иллюзии направлять на Мэйн. Роучи туда-сюда колебались, призму бы сложил, сюда бы завёл, телепортнулся бы, например, сюда, а сюда бы до Варпа повёл. Либо если Роучи сюда часть отошло, телепортнулся бы сюда, плюс за Варпа можно было бы с боевым лимитом драться. Ну, это всё, как бы, да, в теории красиво звучит на практике, то есть ситуация практически невозможна было сделать. Идёт нерч, вперёд 116 на 177. Ну, кстати, кстати, есть пару выстрелов и стабилизаторов, может быть, пройдёт, как бы, чё-то будет. Пробивают нерчками, наверное, Стрэндж не видит вообще этого. Ой-ой-ой-ой, внимательно, не был Стрэндж. Минус сразу Сокилуны. Стабилизатор так себе стреляет. Гораздо, вот это, вот это, вот это, значительно лучше выстрел был этот. Ещё, по-моему, один выстрел есть. Стреляет Стрэндж сейчас. Вот, это выстрелы, я понимаю. Предыдущие были так себе. Ну, и топ, смотрите. Вот, дестабилизаторы есть, а армии нет. Грейды слабенькие, у нерча плюс один здесь по нулям вообще. И всё, не эксус теряется. Это ГГшечка, ребятки, этот 2-0, к сожалению, у нерча. Нужно, Стрэндж, больше практики нужно. Против такого нужно кастом. Выиграли бы, блин, если есть с кем. Но, может, бывает, что не с кем, на самом деле. Или играть. Так, Блай в своей игре 6 минут. Блай бьётся там с кем. Что там у Блая за ситуация? Есть ли где-то стрим? Сейчас я буду искать. Пытаться. Аминь. 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 Продолжение следует... 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 Отблинкнулся от мины Шоу-тайм приблинкнулся к юнитам Тирана Здесь врыв идет, кажется Подлетает Феникс Да, раскладывает Шоу-тайм Блинк вниз Вот, грамотная битва Посмотрите, как четко Адепты ворвались Либератор минус сталкерами Минки подняты Фениксами Все, что нужно здесь Реально просто было расконтролить Все как вообще по учебнику Адептики на минках отдаются Минус сталкер Не успевает Шоу-тайм доконтролить Но он идет в контратаку 180-140 по лимиту Плюс адепты еще подошли А здесь на третью заходит Шоу-тайм А что здесь, нечем отбивать Третью, смотрите-ка Адепты минус все делают Нахрена гонится Шоу-тайм за рабочими Почему на вторую не зашел Пусть они катаются Там рабочие спокойно Так, рабочих выбивает Колоссы вижу без рейнжа Пока что, насколько я понял Так, здесь минка фокуса нету Ну какого фокуса Там от контроля в другом месте Шоу-тайм вообще 170 на 120 по лимиту А вот и рейнж кажется Погоди, нет, все-таки есть рейнж Там, наверное, близко рабочие просто были Вижу, что рейнж есть на самом деле Не прав я был Задержка 3 минуты у нас здесь стандартная Для турнира этого задержка Заходит Шоу-тайм Видит либераторов Видит все, до варпы идут Там новые колоссы строятся Нужно все выводить 180 на 130 Чего Шоу-тайм тянет-то Я не понимаю Хотя вторую базу выбил Что тут делать вообще Нужно переводить рабочих Тирану Занимать в другом месте базу Сейчас Он, собственно говоря, это и делает Здесь адепты врываются Ну нет Не собираюсь Шоу-тайм нападать До конца Прямо идти туда Сейчас поймет Если что 9 часов ставит Марин Лорд Просто облетит А вот он уже понимает Посмотрите ЦС-шка летит Все, туда всеми с призмой Идем И все нормально будет Шоу-тайм Да, моментально Моменту море Реагирует Так, заходим в углу Он ожидает менее минуты Ну тут Марин Лорд добивает В общем-то Шоу-тайм чей Марин Лорда добывает Шоу-тайм Ну ждем Пока добьет Шоу-тайм Ой, дестабилизаторы Что делают 128 Вы видите это кладбище Просто Это дестабилизаторы Сейчас были Суммурно Сейчас шоу-тайм дерется Но столько юнитов Преимущество Что гагашечка Ну все Блай против нерча Короче Ждем начало Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Не ли хочет нерчаевольвера Это будет последняя пара Которая на сегодня постримлю Хочу футбол посмотреть Но в любом случае Я надеюсь Блай выиграет и пойдет дальше И кто-нибудь другой отстримит Так-то стрим идет в 12 часов уже Поэтому на сегодня я думаю И так достаточно будет Унильча бамбит реально Выгнал все-таки револьвера Блин, нерч Нерч такой противный товарищ, конечно Конечно ГГВ, ублай пищет Ублая что? Что же ублая может быть на улени? Кроме как не газпул, сверхранний Но дронов мало Звучит но пищевый Ну что, пул газ Здесь 17, а нет Пул первый, потом хата Потом газ, а вот какой билд Ну видно, что он побаивается Какой-то агрессии здесь явно От Блая, но Так, линги пошли вперед, Блай в наглое Бежит вперед Ну при этом, как бы Хочет и более экономически сыграть Сейчас, девчак, королева Линги, плетка будет Или Роуч Ворон будет Роуч Ворон от Нерча пошел, вот это да Но Блай сразу же его спалил Моментально, блин, Роуч Ворон может не успеть Достроиться, на самом деле, здесь у меня Такое ощущение складывается Здесь уже мув почти готов И очень жесткий прессинг Почему Нерч без единой плетки Играют для меня, вот такой вопрос интересный Сейчас мув у Блая доделает Смотрите, линги демеджа уже хати много очень нанесли Плюс бейлинги пойдут И до Роуч Ворона Еще 10 секунд целых То есть, а здесь уже Так, до Мува Блин, до Мува 20 До Мува много, но Бейлинг Нест пока не готов Ну, какой-то поздний у Блая получился Бейлинг Нест настолько раньше мог Это странно даже Так, линги одного нерч грызает Еще линги от Блая прибегают Три Роуча заказаны Два сверху, один на Лоу Граунде Успеют выйти? Должны успеть Две секунды до Мува Пять Роучи заказаны Теряет нерч лингов своих Уходит за минералы Сейчас Хат пытается Блая сгрызть Хату сгрызет сейчас Роуч выходит Роуч начинает бомбить Готовы брудлинги сейчас Из Хата выпрыгивают Ну, пять Роучи здесь стоит Блая пытается их окружить Окружает моментально практически Нерча сапплай блок Кажется, это 1-0 Блай Я не вижу здесь аутов вообще Хотя 21-14 парабам Почему-то рано я храню нерча Но у него нет мува лигов У него нет Роучи У него ничего нет вообще Ну, естественно, не случайно Нерчь пригорал Ведь у Ревы слава не только в России В СНГ Как у Ревы Знают его уже и в Европе Ну, нерчь сам на самом деле Такой типочек-то, ну, вот Мерзкий, блин Любит он пригореть Любит фигню всякую пописать Ну, так, вроде иногда Зачастую адекватен Ну, такой, ну, такой, не люблю я вот таких, как нерча Пошли Роучи вперед Плюс Релоджер от нерча Хатку ставят У Блая что? У Блая есть 6-7 Роучей Плюс Линги Много реально Лингов Это минус нерч, ребятки Это 1-0 Блая сейчас Кажется Слушайте, они 3-2-2 ли это вообще От нерча? Ведь они с Блайма тиммейты вообще И у нерча, кто-то говорил Уже есть квота на ЕМ Или только у Шоутайма Хотя они оба играют Что-то не странно Да не, наверное, нет Навряд Зачем ему все проигрывать Он такой На самом деле Очень по себе мнение Вот только Не думаю, что ему хочется Сливать Так, Роучи подстраиваются Лингов пытается нерча отбить С хайграунда Королева в итоге падает 4 еще Роучи строятся Между прочим Лимит-то одинаковый практически Роучи стускаются Сзади, который Роучи Нужно в боях вести Не синхронизировался нерч Сейчас В итоге Роучи поздно приходит Без пара лингов Все заказано И Блай разваливается От всех направлений Кидает нерч игру У него бамбу лейло Бамбу лейло Бамбу лейло У нерча и челчик Нерча и челчик Молодец, Блай Если хвоту получит Будет царем Конечно же Но Будет это сделать Ну, очень непросто Челчик У него Блай Блай Продолжение следует... 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 Как-то, сука, не смотрю, Блай, а что-то вот этот... Наши войска атакованы! Мерча Роучи, Линги, Беллинги. Пошел в прессинг сейчас, может даже Королев с собой возьмет, не знаю. Ну, они там, если и будет, бой затянется, придут чуть попозже. Ну что, заходит Роучи. Королевы, конечно, с гигантским количеством энергии. Трансфюзов будет, ну, очень много. Беллинги и Нерча взрываются. Блай и Трансфюзи далеко от идеала. Королева падает одна уже. Да тут сколько ни Трансфюзи все равно без ГГ. Слишком много Нерча. ГГ пишет. Блай 1-1. Ждем следующую игру. Прыгаем ГУЛАЮ скорее. Ждем следующую игру. Ну что, ребят Ждем начала игры Напомню, ЕМО отборочные Сегодня идут, квота всего лишь одна Сетка есть в темах дня На SK2TV в описании Четверть финала у нас Верхние сетки у Термалшоу Тайм Килажур Масса Здесь у нас Блайс Нерчом Ламба ждет победителя Лилия Канина Басиура Ну и напомню, что вы можете поддерживать У меня и мой канал, естественно Но это важно, безусловно Завтра у нас Приходите к 12-ти Пролига будет, завтра у нас Гоуф ОСК, я так понимаю, что ИМ пройдет сегодня до конца Хотя вчера Рева дезинформировал Что будет там дабл какой-то И вообще в воскресенье что-то будет Ничего такого не будет, я понимаю Так, это все Как-то так 2-1-1 Счет у нас Да, так 3-2-1 5-7 Эй 5-1 5-7 6-7 8-2 8-7 10 Я не знаю. Так, не знаю. Ok. Ну, ладно, не знаю. Ну, ладно. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Кажется, Нерч заметил, что... Так, Fireball пошел по Блайу-Оверу. Две королевы подходят. Что, они не достают, что ли? Вот, достают, начинает Нерч вблизи атаковать сейчас. Плюс один Блай все-таки заказывает. Но Нерч не собирается отпускать Блайу. Он собирается врываться, насколько я вижу. Как он собирается врываться? Через какое направление? Вопрос пока. Через центр Блай заметит. Через все направления фактически Блай заметит. Блай тут реводжерами пытается Оверов Нерчу отжимать. Нерч, кстати, контролит хорошо очень. Так, от Fireball выворачивается. Ну, вот последний... Линги прибегают. Очень хочет Нерч реводжеров поймать сейчас. Но они ушли уже далеко. Вот если бы чуть подольше Овер пожил, Нерч успел бы перехватить. 102, 406. 22 Линга еще от Блайа. Он продолжает прессинг сейчас. Делает контр забегания. У Нерча масс масс роучи. Он собирается Блайа встретить. Заметил Нерч, здесь линги забегают. Линги забегают на мейн, на второй. На третьей группа роучи лингов у Нерча есть. Она заходит в реводжеров. Сейчас Блай просто не готов. Реводжеры под ударом оказываются. Вот это да. Смотрите, как Нерч. Везде расконтролил. Везде принимает Блай. Реводжеры уничтожены. Все практически. Но здесь нужно отступить в итоге. У Нерча плюс один так же делается. Блай окружает вот эту группу роучей. Но Нерч в любом случае плюс здесь разменялся. Это очевидный абсолютно факт. Так, своих лингов. Там Блай накрывает. Два полудохлых роучей. Их можно в реводжеров сейчас превратить. И все нормально с ними будет. Еще восемь роучей Нерч заказывает. Да, два-три вот этих демедженных превращает в реводжеров. Здесь у Блайа овер есть. И Нерч через центр врывается. Он через центр, мне кажется, ошибочная политика сейчас врываться. Ведь Блай будет на ХГ стоять и принимать. Так, овера Блай пытается увести. Забегание лингами идет очередной. Лэйр у Блайа только-только сейчас будет готов. У Нерча тоже мув давным-давно есть. Овера все-таки накрыл в итоге. Саплай блок у Блайа. Нужно новых заказывать овера. Выход будет сейчас. Ну, плюс один есть у Нерча. Блай, ток, ток и мув заказывает. Здесь несколько линдов буквально забегает. Ну, есть один роуч здесь в минеральной линии. Поэтому несколько рабочих, наверное, погибнет. Ну, плюс один у Нерча есть. Линды уже эффективно уничтожаются. Нужно разворачиваться и идти куда-то сейчас с Нерчу. С какого направления? Снизу вот так вот он хочет обойти. Похоже на то. 170 на 138. Ну, да, нужно определенное время Нерчу, чтобы дойти до Блая. Но очевидно, что 30 лимита не построит Блай за это время. 39 роучей у Блая. Один реводжер у Нерча. 47, 4 реводжера. Еще новые реводжеры доделываются сейчас. 49, 5 в итоге. 184, 43. 40 лимита разница. Плюс 2 там и там, конечно, заказано. Но Нерч врывается. И Блай-то безмоющий пока вообще не регион. Куда Блай? Вниз, куда-то пошел. Нерч Блай пытается принять. Куда Блай ушел? Вот, идти по позицию сейчас займу, говорит, крутой я. Нерч спускается. Внаглую, прямо вниз. Эти фаербуллы по роучим идут. Но своих Нерч попадает немножечко. Ну, Блай уничтожен внизу сейчас. Это абсолютно точно. 164, 126. Без мула Блай. Позицию не занял. Ну, вниз, наверное, больше ничего не осталось. Блай, кроме как вниз спуститься. Здесь ХГ роучим пытается отогнать Блай. Нерч здесь часть принимает. Часть вперед уже пошел. Ну, тут нужно отогнать. В общем-то, Нерч все забирает вперед. Погнал. Немножечко, немножечко лимита здесь реально оставляет. И всеми пошел вперед. Так, заметил мне, что Блай тоже домой возвращается. Берет все сразу же в итоге. Ну, очень внимателен Нерч все прекрасно видит. Выбивает прирост Блая сейчас моментально. Здесь роучи выходят из личинок новенькие. Что-то реладеры, правда, в глубину базы зашли. Не нужно, наверное, так делать было. Блай пытается какие-то контрзабегания делать. Пытается развести. Но, к сожалению, не получается у него здесь это сделать. Уже это видно. Вот здесь, правда, роучи зашли. Хорошо. Но здесь есть у Нерча, посмотрите, роучи сразу же. У Нерча плюс два даже раньше будет. На третью, да, ворвут сейчас. Но и здесь у Нерча есть юниты. А у Блая все везде гибнет. Вторая, третья база. Вот после первой карты выигранной Чиском. В чем Блай неоспоримо. Один из лидеров, конечно, в Чисках таких. К сожалению, отдает две карты. Причем был шанс как и на первой, так и на этой фактически. Вот такие вот дела, ребят. Вот такие вот дела. Ну что, ребят, кто-то явно будет стримить сейчас. Я же буду закругляться. Я же буду закругляться. Футбол скоро. Хочу я очень сильно его посмотреть. И будем прощаться. 40 минут. Все, осталось. Нужно еще до места добраться. Сейчас кипиш будет. Короче, ребят. Увидимся. Спасибо за внимание. Запись выложу на YouTube. Завтра в 12.00 про Лига. Завтра Гоуф УСК. В 15.00 начинается. Успеем и на Гоуф УСК. Тоже на решающей стадии. Сегодня, кому интересно, досматривайте данный турнир. В понедельник Бобра Лига продолжение плей-офф, где тот же Нерч будет играть и в лайв. Приходите, смотрите. Будет интересно. Всем спасибо за внимание. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok